И я думаю, что с годами, вот мы иногда так волнуемся, что не истончится ли память. Я думаю, она только будет усиливаться. Если хотите, ведь на нашем поколении, в широком смысле, вы-то родились в 95-м году, я говорю за свое поколение, может быть, те, кто постарше, лежит вот этот грех. Ну, конечно, каждый по-разному виноват, но тем не менее, мы пережили этот этап. Все-таки грех беспамятства. Давайте прямо говорить. Очень легко обвинять, знаете, в таком почти иногда сектантском стиле. Это вот только Горбачев, Ельцин, Яковлев, Волкогонов. Это вот только они. Вот только они. А что же мы? И даже я, юный советский пионер в то время. Почему же, я уж не говорю о более старших поколениях, говорят, да нет, там вот выходили, говорили. Значит, мало выходили. Значит, мало говорили. А почему же мы допустили вот этот период? Не год, не два, не три, не пять. Довольно продолжительный период, когда позволяли топтать нашу историю. Позволяли топтать. Когда спокойно в магазинах выходили книги, резуна, точнее, продавались эти книги. Да, кто-то протестовал, но извините, не было такой волны, которая сейчас. Попробуй ты вынеси эту книжечку поганую какую-нибудь. Тут же поднимется волна, появятся наши общественные инспекторы, все скажут. Скажут, потому что чувствуют поддержку нашей власти. Давайте скажем прямо. Чувствуют позицию Александра Григорьевича Лукашенко, чувствуют позицию Владимира Владимировича Путина. И в этом плане легче. Давайте говорить прямо. А вот тогда, когда был другой подход, и с этим подходом не все наверняка были согласны, немного было таких смелых, немного было таких прозорливых, которые понимали, что это грех, вот это топтание по памяти наших предков. Я приведу в пример свою бабушку, Нину Владимировну Загорскую, Бигину, по мужу. Простая партизанка, без высшего образования, с моей точки зрения, абсолютно сельская интеллигентка. Исмилович, никогда не была партийной. Она всегда говорила, что ее поколение пошло защищать родину по зову сердца. Это было так. Я никогда не слышал из ее уст апологетики Сталина, вот того времени. Но когда в 87-88 годах стали топтать историю, стали топтать имя того же Сталина, моя бабушка, еще раз говорю, абсолютно беспартийная женщина, повесила у себя над кроватью портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Даже не знаю, откуда она его взяла. Такая небольшая карточка фотографическая. И он висел у нее над кроватью до самой ее смерти. Сейчас этот портрет находится у меня. Я, вы знаете, не являюсь большим апологетом Иосифа Виссарионовича. Я стараюсь на историю смотреть объективно. Но этот портрет хранится у меня. И для меня вот этот портрет Сталина, который бабушка моя повесила в тот период, когда топтались по истории, топтались по Сталину, топтались по ее молодости, по ее родине, по ее вере, по ее... Вот этому порыву душевному, когда она шла в партизаны, для меня это символ сопротивления, для меня это символ вот той самой духовной войны, о которой поет Жанна Бечевская в нашей любимой песне. Вот тех простых людей, которые пронесли эту память, которые так чувствует наш президент. Вот этот порыв душевный. С чего и начинается единение и наших народов, в том числе Белоруссии и России. И вы знаете, вот в ходе этой акции, дорогами славы, и на параде 3 июля, и во время всех торжеств вот этих июльских, которые проходили, по-особому чувствовалось это единение, это духовное начало, начало все-таки верности. И дай бог, чтобы мы вот это грехопадение 80-х, начало 90-х годов, топтание, оплевывание нашей истории, мы все-таки не повторили. Очень глубоко вы сразу взяли, Вадим Францевич, читать.